Пророк Мухаммад сказал в хадисе Бывает такое, что человек делает какие-то дела, и эти дела – дела обитателей рая перед людьми, однако он из обитателей ада. И человек, бывает, что делает какие-то действия, дела, этими делами занимаются обитатели ада, но, однако, он из обитателей рая. Что мы поняли из этого хадиса? Первый человек, который много поклоняется Аллаху, он делает это на показуху, для того, чтобы его люди заметили. Как во время пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, зашел один человек, когда сахабами посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сидел, и сахабы сказали, такой-то, такой-то набожный человек есть, так он красиво молится. Тогда пророк, салаллаху алейкум, сказал, я его не знаю. И вдруг он зашел, посланник Аллаху, салаллаху алейкум, был со своими сподвижниками, сахабы сказали, это он, у посланника Аллаха. А что пророк, салаллаху алейкум, сказал, я вижу в его лице след шайтана, след сатаны, и он подошел к нему и сказал, «Ассалю ка билляху». Поклянись всевышным Аллахом, субхану алейкум, субхану алейкум, а ма ташьур, ва анта тадхури иляль масджид, анна ка хайру мимман фи, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейкум, когда ты заходишь в мечеть, есть ли у тебя такое в сердце, то что ты лучше остальных? Каля, наам, он сказал, да, вот это есть именно халяка, есть уничтожение. То есть когда человек думает, что он лучше, чем его брат, или он лучше других, вот в это время уничтожается его сердце, болеет его сердце. Поэтому, если человек делает дела обитателя рая, все люди думают, что он из обитателя рая, однако он из обитателя ада, потому что у него не было ихляс, потому что у него не было искренности перед Всевышним Аллахом, искренне в сердцах. Другой же человек, который делает дела обитателя ада, но он в раю, это о ком имеется в виду? Все мы грешим. Есть какие-то грехи, это грехи, это что? Это причина попадания в ад. Но однако он невысокомерится и просит у Аллаха покаяния. То есть, может быть, когда он остается наедине с Аллахом, он плачет. Он локти себе кусает. Что я натворил? О, Аллах, я не должен бы этого делать. Я прошу тебя, Аллах, прощения. И Аллах, его прощает. Как сказал Билаль ибн Саид, Не будь другом, приближенным к Аллаху перед людьми и врагом Аллаха когда-то наедине.